приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодня у нас 22 ноября понедельник и я начинаю свой новый вязальный влог значит сначала скорее вернее начну с того что покажу вам свои продвижения за выходные дни и потом плавно перейду к планам на эту неделю до что буду вязать что продвигать значит я вам показывала что у меня был связан образец для мужской шапки и я говорила что хочу начать вязать ее я начала выходные этот процесс сейчас вам покажу значит вот на каком этапе сейчас у меня находится этот процесс не очень понятно что здесь да получается совсем немного связано но спицы 225 я думаю вы сами понимаете что это не такие большие спицы значит я набрала на бросовую нить вот эту вот получается пряжу да и буду вязать теперь лицевую гладь буду вязать ее до того момента пока мне не нужно будет делать уже закрытие макушек почему набрала на бросовую нить потому что у меня шапка будет двойная я вывяжу всю длину вот лицевой глади перейду к закрытию макушечки и потом перейду с этой стороны также на закрытие макушки то есть мне просто нужно вот будет с двух сторон закрыть поэтому я набрала на бросовую нить в общем-то процесс очень простой иногда даже мне кажется что мне его очень скучно вязать просто лицевая гладь никаких здесь не рисунков не узоров ничего но у меня муж конечно же и не приемлет какие-то узоры рисунки и тем более что шапочка должна быть полностью анатомическое просто повторять его голову в общем но тем не менее вижу связала немного времени выходные на вязание очень мало но я начала и я не только этот процесс вязала выходные поэтому связано не так много сейчас я вам покажу еще хочу сказать что вот именно это будет мой первостепенный план на эту неделю то есть мне нужно воскресенье довязать эту шапочку не знаю получится нет но очень хотелось бы тем более что я на нее еще начала снимать мастер-класс и конечно же это и осложняет задачу так как нужно выбирать время во первых с работы когда приезжаю уже темно и мне нужно как-то будет подстраиваться где-то значит освещение включать чтобы более-менее было видно что я снимаю ну ладно пока не будем об этом процессе что же я еще продвинула шарь немножко продвигала в эти выходные которую я вам опять не буду до традиционно не буду показывать что же там продвинула и что еще я у меня был связан тигрошарик иначе 2 вот 2 тигрошарика я довязала вот такой вот он у меня получился этот тигрошарик немножко другой я думаю вы заметили здесь совсем другие глазки я купила глазки в магазине нашла вот такие маленькие но они их не было черненьких а были вот именно такие как будто бы со зрачками но я думаю подойдут купила вот такие глазки и на безопасном креплении мне просто с ними работать удобнее чем потом пришивать вот эти вот бусинки как бы ну не очень комфортно с ниткой вот туда-сюда чтобы еще не видно было это пришить и до нужно связать было пришить ну в общем хорошо что нашлось где продаются эти глазки я их ими воспользовалась и вот такой вот тигрошарик у меня связался но на этом я не остановлюсь конечно же я хочу еще навязать таких тигрошариков как я уже говорила не знаю к отчету по символу года успею нет я еще связать такой хотя бы один тигрошарик потому что вот на этой неделе я предполагаю выпустить отчет не знаю как получится но тем не менее это тоже как бы вот на этой неделе у меня в приоритете этот процесс получается на данный момент ну немножко так как бы резюмирую да три процесса которые я буду продвигать на этой неделе это шапка это значит еще тигрошарика одного хотела бы я связать и конечно же шаль потому что начале следующей недели по моему даже на мой день рождения в понедельник я планирую снять выпустить итоги по шалимании поэтому мне нужно будет уже довязать эту шаль на этой неделе постирать заблокировать успею и сделать еще и фотографии качественные не знаю когда я это все успею но это необходимо сделать и конечно же шапочку довязать шапочку на два процесса 3 получается процесса еще тигрошарика хочется связать на этой неделе мне нужно прям вот связать на этой неделе доделать все наверное я на этом пока буду заканчивать конечно же буду подключаться в среду показывать вам свои продвижения не подключаюсь каждый день во первых мне сейчас это не очень удобно во вторых продвижение небольшими чтобы уж так часто подключаться нет смысла но все далеко не уходите скоро увидите продолжение и так всем снова привет у нас сегодня 24 ноября среда и я подключаюсь чтобы показать вам свои ну к сожалению не очень большие продвижения как-то у меня начало недели вечно я так долго раскачиваюсь ну что есть всякие хлопоты заботы начала недели да значит чем я занималась за эти несколько дней покажу вам у меня вот здесь вот на экране есть пряжа я кстати вот сейчас увидела она у меня лежит на столе и я подумала кое о чем значит вообще я сняла видео по видео обзор на пряжу гималай сок с бамбу то есть рассказала как в эксплуатации как при вязании это пряжа оставлю ссылочку кому интересно заходите проходите заходите смотрите я хотела сказать носочная пряжа такая неоднозначная но я думаю имеет место быть ну в общем более подробно рассказываю все в том видео что я на нее заглядывалась то сейчас я вспомнила что я вижу вот таких куда тигрошариков о которых я уже упоминала я не связала еще ни одного то есть вот у меня два тигрошарика так сейчас достану больше у меня пока нет и вижу то я их из носочной пряжи только водопад и вот подумала что может быть вот эти остаточки тоже можно будет пристроить вот в этих тигрошариков не знаю еще как бы подумаю конечно может быть на остатки носочков пусть уможет все таки вот в этих тигрошариков но интересная была бы наверное идея значит по тигрошариком я еще пока совсем не продвинулась чем же я все-таки занималась очень много времени у меня забрала шапка которая уже связана уже готова я вшивала подклад в шапку мне нужно было раскроить вшить пришить делала я это вручную не на машинке не буду вам показывать сильно как у меня это все вышло в общем-то меня устраивает как это получилось неплохо так в итоге она стала теплой нет она конечно и была теплой но она была продуваемая все таки потому что вот такая вязка но она вот ветрам была бы очень сильно подвержена то есть ветра бы продували сильно эту шапочку и я сделала подклад потратила целый вечер на то чтобы раскроить вшить в общем ну наконец-то готова и можно носить уже эту шапку уже у нас потому что очень холодно бывает временами и теперь я со спокойной душой как говорится буду ее уже одевать значит вот я с шапочкой занималась и еще я продвигала мужскую шапку так сейчас покажу вам значит вот насколько у меня она продвинулась когда я показывала вам в понедельник у меня было связано где-то сантиметров 5 наверное и вот сейчас я отвязала вот такую вот высоту вяжется на мелких спицах на мелких на тонких конечно же спицах и давайте я сейчас попробую измерить сколько я связала не очень удобно тут закручивается полотном так ну где-то сантиметров 25 примерно я связала за это за эти дни мне необходимо по моим расчетам связать 42 сантиметра вот этой лицевой гладью и переходить к закрытию макушек ну я надеюсь что все все таки сделаю это до конца недели но я уже говорила что снимаю мастер-класс сейчас то мне тут в общем то снимать нечего я сняла все моменты какие были необходимы набор петель расчет и так далее и теперь вяжу просто лицевую гладь и уже закрытие макушек буду делать на камеру значит вот по шапочке пока все надеюсь конечно же что я до конца недели с этим совсем справлюсь хотя если честно время неизвестно куда исчезает неизвестно куда она уходит ну так как есть и чем же я буду заниматься дальше да еще шарль я совсем не продвигала мне ее нужно так бы тоже концу недели уже довязать то есть вот я значит буду заниматься с шапочкой и шарью вот по поводу тигра шариков пока не определилась и даже решила что на этой неделе я пропущу отчет в символе года вот в совместном проекте да с рамках которого я вижу этих тигра шариков потому что мне ну нет времени что-то еще связать для этого проекта а показывать только еще один готовый тигра шарик это я думаю будет неинтересно поэтому пока так и на этом я пока буду заканчивать свое подключение подключусь в пятницу покажу вам свои продвижения и так всем привет сегодня у нас пятница 26 ноября и я спешу подключиться к вам чтобы показать свои продвижения за неделю прошу прощения за вот такое освещение оно искусственное потому что на улице еще пасмурно помимо того что пасмурно еще только светает рано утром но мне нужно сейчас уже снять этот кусочек потому что потом у меня не будет другой возможности и так давайте я вам покажу что я смогла связать за последние несколько дней что у меня вышло значит в первую очередь я говорила что я буду продвигать шапочку да потому что мне нужно связать мужскую шапку и значит я дошла до того момента когда мы не нужно будет и сейчас делать закрытие макушек но я бы уже и макушки начала закрывать но так как мне нужно снять это на камеру я буду сейчас ждать освещение чтобы было получше и уже показывать на камеру в мастер-классе как я буду закрывать макушки сама длина шапочки вот этой вот лицевой глади у меня вывязана полностью вот конечно на камере очень плохо видно потому что черный цвет ну вот так как есть еще и освещение такое не очень хорошее ну в общем вот если только вот так вблизи я вам покажу что у меня выходит значит все здесь я уже начну закрывать макушки и потом буду на другую спицу вот сбросовые нити снимать петельки и с этой стороны закрывать макушку получается шапка будет вот такая вот двойная сейчас попробую ее сложить как она будет смотреться примерно чтобы вам показать конечно еще ничего не понятно вот она будет вот такая двойная и плюс еще у нее будет подворот ну вот как то вот так вот что то вот такое вот будет и ну здесь конечно будет вот макушка такая анатомическая вот значит я продвинула эту шапку все хорошо осталось совсем немножко к воскресенью конечно же мне нужно постараться ее закончить довязать дело конечно не в том что я там могу не успеть ее довязать а дело в том что мне нужно снять мастер-класс до конца уже на эту шапку и как бы вот в этом трудности также что еще я продвинуть успела мне осталось совсем немного на момент когда я последний раз подключалась довязать шаль буквально там я не знаю сантиметров пять я довязала шаль не буду уже вот здесь вам показывать ее в полном объеме да мне не показать ее вот во всем объеме в каком она есть вот шаль в общем довязана готова все я ее закрыла теперь осталось только постирать и отснять уже итоговое видео по шалимании и я рада что я все таки успела получается у меня два изделия в рамках шалимании но таких немаленьких и я думаю что это очень даже неплохой результат и еще немножко немножко мне удалось связать какой то он у меня смотрите кривой получается тигрышарик надо просто здесь повернуть глазки в другую сторону в общем вот я еще одного тигрышарика начала начала я не знаю почему я вот на этом моменте закончила ну скорее всего просто уже у меня не было времени и вечером дома я к нему не приступила поэтому он у меня вот такой вот недоделанный получился ну надеюсь что я его в ближайшее время доделаю это будет уже 3 получается у меня тигрышарик вот такие вот продвижения хотя нет еще кое-что так сейчас я вам покажу я недавно совсем выпустила на канал видео со своими планами на декабрь месяц и там я в планах кому интересно я оставлю ссылочку также на свои планы декабрьские говорила что хочу вязать джемпер для себя вот в таких вот цветах показывала там картинку в общем как этот джемпер будет выглядеть и я связала для этого джемпера образец пока что он у меня просто связан мне его нужно постирать этот образец и сделать расчеты готовлюсь к трио стартам потому что уже через неделю у нас начнутся трио старты и в этих трио стартах я хочу начать вот этот джемпер значит пряжи из которой вяжется этот джемпер я уже сейчас наверное не буду доставать вот вот это черное это 50 процентов меринос 50 процентов акрил это от пихормки мериносовая а вот это вот от ализе с махером какая-то пряжа но она пушистая она очень пушистая не знаю на камере видно будет нет у нее очень такой большой пушок в общем метраж у этой пряжи одинаковый в 100 граммах 200 метров но конечно махер вот этот вот он выглядит тоньше чем мериносовая но опять таки я почему еще и образец вот этот вот начала вязать чтобы посмотреть как будет смотреться вот немножко такая разница в толщине ниточки мне кажется что все нормально все неплохо с другой стороны здесь протяжки и ну такие у меня протяжки потому что обратно поворотными рядами не отработана у меня эта техника но тем не менее как бы мне кажется что все так будет плотненько нигде ничего просвечиваться не будет еще в это повторюсь в это еще я не проводила этого образца я хочу значит отправить его в стерку и в выходные уже высушить и показать вам в понедельник что у меня вышло значит вязала вот этот жаккард я вязала спицами 425 а лицевую гладь я вязала спицами 375 и возможно я так и оставлю как бы все то есть ну естественно жаккард я буду вязать на большем номере спица лицевую на меньшем у меня будет получается идти круглая кокетка и вязать я буду совсем не по мастер-классу по мастер-классу вяжется во-первых из другой немного пряжи а во-вторых там вяжется снизу вверх и я боюсь что я не попаду в ту плотность и поэтому у меня получится ерунда поэтому я решила что я буду вязать сверху вниз круглой кокеткой вместо убавок буду делать прибавки прибавки делаются в начале узора вот этого рисунка и потом вот в середине где вот это вот такая малиновая идет гладь и получится что вот это вот верхняя звезда потом она на один репорт увеличится и здесь будет не четко под звезда под звездой а будет небольшое смещение но я думаю это не испортит вида ну в общем вот такие вот у меня как бы планы на эту пряжу то есть все таки хочу попробовать связать такой джемпер мне кажется будет очень даже неплохо смотреться да черная пряжа не очень люблю конечно вязать из черной пряжи но мне кажется вот именно вот такая вот такие цвета они эффектные и будет интересно поэтому попробую что получится не знаю но я попробую свитер свой я не продвигала но вот выходные как раз планирую заняться свитером во-первых довязать доснимать шапочку да мастер-класс постирать образец и займусь свитером хочу его повязать что получится конечно же вам покажу ну не знаю тигрошарик доделаю не доделаю вообще-то надо было бы тут работы то не так много может быть еще и его успею доделать все на этом пока я буду заканчивать свое видео благодарю всех за то что были вместе со мной за то что остаетесь на моем канале кто не подписан обязательно подписывайтесь не забывайте ставить лайки и конечно же я жду ваших комментариев очень интересно с вами общаться поэтому обязательно пишите я отвечу всем ну и на этом я заканчиваю и конечно же как обычно я с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока до новых встреч пока